Во имя Царь, Сына и Святого Духа. Сегодня апостол Павел нам говорит такие интересные слова. Давайте еще раз послушаем их. Мы знаем, что когда земной наш храм, это хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом не рекотворен и вечный. Того мы и воздыхаем, желая влечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться над ними. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но влечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сей Самый создал нас Бог и дал нам золото в руках. И так мы всегда благодушенны. И как знаем, что во дворя из тела мы устранены от Господа, ибо мы ходим в веру, а не в видение, то мы благодушенны и желаем лучше выйти из тела и во дворица у Господа. И потому ревностно стараемся во дворя, если выходя ли, быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. Вот интересные слова от Господа. И мы сегодня, вы все знаете, что у нас Дмитрийская родительская суббота, мы поминаем усопших. И вот апостол говорит интересную такую особенность нашей жизни, что мы хотим разрешиться и быть со Христом, как апостол. Но смерти ли мы желаем? И апостол говорит, нет. Наше желание — это жизнь. И вот еще раз внимательно прочитаем. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Это смысл всякого подвига самопожертвования. Мы не хотим стать... Мы не стремимся к тому, чтобы нас уничтожить. Мы не стремимся к тому, чтобы нас не было. Но мы стремимся именно к жизни. И когда даже говорит апостол о том, что он хочет совлечься этого тела, то не потому, что это тело злое, плохое, или какое-то не такое, как надо, но потому, что он знает, что нас ждет лучшее, еще лучшее, чем есть сейчас. Все, что Бог сотворил, это хорошо. Наша плоть, наше тело, наша жизнь, она хороша. Бог сотворил этот мир и сказал, что все хорошо весьма. И нельзя сказать, чтобы наше тело там какое-то было такое, что вот мы прям вот не могли уже выдержать, когда же мы там умрем наконец-то, и станем с Богом. Нет, не так. Но я хочу совлечься для того, чтобы облечься, для того, чтобы, как сказано, смертное поглощено было жизнью. Этот закон о том, что мы ищем жизни во всей нашей христианской жизни, мы ищем для себя истинного блага, этот закон относится и к тому, когда мы жертвуем собой. Что толку приобрести в этом мире что-то временное, когда мы стремимся к истинным благам, настоящим благам, вечным благам. Эта мысль была и у мучеников святых, которые предпочли бы пожить мало, но качественно, качественно уделяя время истинным благам, чем жить долго, но бессмысленно. И вот сегодня мы должны еще такой вот понять мысль для нас, что самопожертвование, это всегда мы оставляем нечто меньшее, но всегда ради большего. Вот это очень важная мысль. Бог не хочет, чтобы мы были, вот как при входе в храм, вот этой половой тряпкой, об которую ноги вытирают. Нет, Бог не этого хочет. Бог хочет, знаете, вот для некоторых самопожертвование, самопожертвование, это для людей, склонных к агрессии. Самопожертвование, это то, когда они смиряются, когда они приобретают дух мирный. А для людей, по природе склонных к этому смирению, самопожертвование будет, наоборот, отставлять свои достоинства, христианское достоинство, человеческую честь. И для них самопожертвование будет, вот, например, совершенно иное. Поэтому нет каких-то таких, знаете, очевидных вещей, которые легко понять. Для каждого это по-своему. Каждый человек настолько уникален, что для него вот этот дух христианского самопожертвования будет совсем тоже уникальным, не похожим на других. Но одна и та же цель будет у всех нас одинакова. Мы всегда выбираем жизнь, мы всегда выбираем за себя благо. Все, что мы делаем, мы делаем это не просто так. Не бессмысленно, не бесполезно, не бескорыстно. Мы это делаем с истинной пользой, ради истинного блага. И, как сегодня апостол еще рассказал, мы не хотим просто совлечься с этого тела, или просто нам неинтересна эта жизнь. Нет, жизнь ценна, жизнь прекрасна. Но жизни со Христом еще лучше. И об этом мы должны каждый день заботиться. О качестве нашей жизни здесь, здесь и сейчас. Я хочу здесь жить качественно, уже сейчас, со Христом быть. И получать эти блага от Бога. И нет ничего, что может этому не попрепятствовать. Даже если только от меня. Поэтому, дорогие, будем стремиться уже сейчас облечься во Христа. Уже сейчас стержать это блаженство, стержать в своих сердцах любовь. Аминь. Сейчас всех приглашаю на Истину.